Друзья, всем привет! Рад вас видеть на своем канале Аквафиш. Сегодня я буду говорить о такой всем известной рыбе как меченосец. Я полностью перешел на рубинового меченосца по следующим причинам. Во-первых, так как он более дорогой. Во-вторых, так как он более привередливый и требовательный в содержании. Соответственно, при покупке в новый аквариум рыбка не всегда выживает. Все чаще она погибает, чем ее обычные собратья, тем самым обеспечивая нас работой и прибылью аквариумистов. Мы не будем это скрывать. В общем, чтобы вырастить действительно красивого, классного меченосца, размер которого будет за 7 см, я делаю следующие шаги. Самое первое я делаю для самочки будущего, которая у нас принесет потомство. Это максимально комфортное условие, чтобы выжать из нее максимум. То есть собрать 100% малька. Для этого используем все возможные отсаднички, отдельные емкости, в которые ложим сетку, укрытие, чтобы она не съела мальков. Это делается для того, чтобы мы могли полноценно провести селекцию. Подращиваем малечка до 2 см и уже начинаем проводить отбор рыбы. Посмотрите, здесь у меня плавают молодые меченосцы. Размер их около 5 см, возраст около 3 месяцев, чуть-чуть побольше, скорее всего. Ни у одного из самцов даже не начал появляться меч. То есть это действительно будет хорошая взрослая рыба. Вот мы видим уже произведенный отбор. Здесь будут будущие производители, они маленькие. В принципе их можно держать вместе. Рыбка мирная. Они друг другу не мешают. Все прекрасно уживается. Второе, очень важное, это у нас кормление и подмены воды. То есть есть всего 3 таких вот правила, которые я использую. Первое, это селекция и отбор. Второе, это кормление. Всячески разнообразно и много. Не бойтесь, вы никогда не перекормите рыбу, особенно малька. Вообще при кормлении используется живой корм. Если вы держите рыбок так у себя для красоты, то живой корм в принципе никто никогда не использует. Живой корм используют только разводчики. Живой корм дает рыбе много элементов полезных. Вот, например, у меня есть один прекрасный образец берлинского самца-меченосца. Размер рыбы 10 сантиметров без меча. Я уже не стал вылавливать ее. Зная габариты моего аквариума, вы можете примерно визуально представить его. То есть рыба смотрится просто шикарно. А если рыба смотрится шикарно, соответственно она стоит гораздо дороже, чем свои собратья в 3 сантиметра уже с мечом. То есть у рыбы максимально плотный корпус. Рыба имеет прекрасные геометрические формы. Ее идеально ровные плавники. То есть на этом и должна быть основана ваша селекция рыбы. То есть рыбка чем красивее выглядит, тем дороже, соответственно я ее смогу продать. Здесь у меня сидит самочка берлинского меченосца. Вот видим здесь сетки, чтобы все мальки, они выжили, спрятались от нее. При кормлении используйте, конечно же, живые корма, артемия, не такая и дорогая. И делаем частые подмены воды, лучше ежедневные. В этом аквариуме у меня находится молоть. Ни одна из этих рыбок не подойдет для будущего производа, потому что по критерию у нее узкое тело, она не широкая. Только поэтому. Рыба прекрасного качества, посмотрите, здесь практически нет освещения. Меченосцы очень яркие, прекрасный цвет. Но, к сожалению, ни одна из рыбок не пойдет в будущие производители. То есть эта рыба будет стоить дешевле, чем рыбу, которую я отобрал. Не всех производителей я дорощу. Конечно же, часть я продам. Эта рыба все-таки будет дешевле. Подмены воды стоит делать ежедневно, 20%. Воду старайтесь делать примерно похожего состава на вашу воду, в которой живет у вас рыба. Это даст вам гарантию, что вы ничего не напорите. Вот объем не столь важен. Я вам сразу скажу, просто я и в 100-литровых аквариумах растил меченосцев. Самое главное, плотность посадки. Соответственно, в меньшем объеме плотность посадки будет меньше. В 15-20 рыбах там вполне прекрасно растут. Вот, в принципе, такие небольшие советы я бы хотел вам дать, опираясь на собственный опыт выращивания меченосцев. Конечно же, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Кому понравилось видео, обязательно ставьте большие пальцы вверх. Тем, кому не понравилось, тоже особо не стесняйтесь. Жмите на большой палец вверх. Задавайте вопросы в комментариях. С вами был Артем Ястигнеев. Растите только больших, крупных и здоровых меченосцев, чтобы они радовали в глаз ванн и покупателя. Всем счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok